В столице Сибири продолжается второй предварительный этап Кубка России. Локомотив Новосибирск принимает Газпром Югра из-за Сургута. Локомотив на первой строчке располагается, Сургутяне на последнем месте. Савин на подаче. Сильнейшая подача с первых розыгрышей и закрываемая атаку диагонального Сургутян. Отлетелся Лызик Абаев со своим гибридным планером. Быстро идущий на посадку этот мяч. Все-таки сумели выловить гостей. Ну и на подачу сейчас мы посмотрим, как будет подавать Перин. Блок Локомотива здорово здесь играет. Да, помог Савин с игроком первого темпа. Центральный блокирующий гостей. Силовая подача. Перин был в приеме и такую длиннющую передачу выполняет Константин Абон. Абаев, а гости мяч спасают. Прекрасно действует на подстраховке Мартынюк. Мартынюк, конечно, сейчас красавец был. Одной рукой в падении уже, казалось бы, мертвый мяч он достал. Но пока на подачу мы сегодня не блещем. Что касается подачи Локомотива, она сегодня пока что, ну, дает промах, я бы так выражался. Но хорошо играет Блок. У Константина Абаева давненько не было вот этих его опасных крученых фланеров. Сейчас силовая подача. Здесь по линии, да. Абаев в защите хорош. Будет доигровка. Абаев на Круглова. Но отмечу, что в Сургутяне достаточно отчаянно бьются в защите. И это приносит им свои плоды. 14-16 на подачу Сургутяне. В приеме Перин. И здесь гвоздь от Ильяса Куркаева. Я опять же отмечаю, что пока что подача у Локомотива не идет, а у гостей подача идет. И сейчас эйс. И 18-18 пока на равных. И 20-20 на подачи Дмитрий Лызик. Не видели мы сегодня от него позитивных действий на подачи. Вот сейчас весьма неплохо, но первый темп здорово. Гости отыграли моментально, да. 23-24. Так на табло посмотрел сейчас канадец. Подача. Но и нужно в приеме сыграть. И мяч остается в игре. Савин. Гости поднимают мяч. Блок Локомотива. 24-24. Сравниваем счет в концовке матча. Силовая подача. Савин в приеме. И сам же идет на добивание. Опять Савин. Оказался Абаев. Подстраковал. И в повторной атаке забиваем мы. Риск оправдан. Выбитый мяч. Раджап. Ах, не удается до мяча дотянуться. Да что ж такое, а? Сейчас в принципе вся концовка первой партии свелась к тому, что идет перестрелка центральной. Если это позволяет доигровки, позволяет прием. А мы видим эйс Джон Гордон Перин. Эйс и сетбол у нас превращается в победу Локомотива. 32-30. Вот с таким счетом завершается первая партия. Схожие начало и первой партии, и второй партии. И опять на три очка Локомотив убегает от соперника. 4-1. Там было 3-0. Здесь одинарный блок. При счете 7-2 в пользу Локомотива берут тайм-аут гости. Кстати, гости отдыхали два дня. Вот так сложилось у них, что у нас же был день перерыва. Вчера никто не играл. А до этого во втором туре Газпром, как пятая команда, оказалась без соперника. То есть они два дня отдохнули. Ну отдохнули от официальных игр, но тренировочный процесс, естественно, продолжался. Конечно, да. Безусловно. Вчера я наблюдал, многие команды предпочли не только разминка, ну как время в игровом зале, но многие также в тренажерном зале работали, понимая, что это, опять же, повторяю, этап подготовки. И планомерная вот эта подстройка работы, расписание тренировочное, оно имеет место быть и настраивается на чемпионат. Хорош сейчас был наш Либера. Бились, бились. Старались, старались. Было преимущество в концовке первой партии, напомню я, у команды из Сургута. Ну вот, пережали, переждали, переломили и сейчас доминируем. Подача локомотива и одинарный блок. Опять Тесевич. Поймал Кураж. За его спиной масса клубов, ну и одной рукой сейчас канадец закрывает. Сумасшедший момент, требующий, безусловно, повтора. Смотрим мы еще раз. Фантастика. Конечно, такая практика недопустима в современном волейболе, но такие нюансы, они имеют место быть. Мортынюк в приеме и Пайп вновь завершает Перин концовку второй партии. Помню, именно с подачи Перин закончил первую партию и сейчас комбинацией Пайп заканчивает вторую. Хотел бы отметить, остался Тесевич, остался Никель. То есть эта связка осталась после второй партии. Но вторая партия хорошо закончилась, да? Но ударная закончилась для Новосибирска. Но не будем забывать, что большую часть времени во второй партии играли Абаев и Круглов. Именно эта двоечка принесла, да? Как бы, ну и опять же атаки Ильяса Куркаева принесли. То преимущество вольготное, когда и появились на площадке Тесевичи. 11-8. Локомотив убежал на три очка от Газпром-югры. И вновь. И вновь. И вновь туда же, да? В ту же самую точку буквально попадают гости два раза подряд. И Тесевич со своей левой руки. У него весьма неприятная подача, кстати, с левой руки. И придется гостям сейчас перебрасывать мяч. Так называемый фрибол получится. Первый темп нет. Не первого темпа мы не увидим. На никель, а передача пошла. И вновь Костыленко по линии. 15-12. На табло спортивного комплекса Локомотив-Арена. Укороченная подача. Переброс. И очень красиво и элегантно гости сейчас разбираются. А вот мы видим еще одного игрока, который в свое время побывал в рядах Локомотива. Иван Лукьяненко появляется на площадке. Меняет он Рукавишникова. Да, действительно, Иван Лукьяненко в свое время начинал свою карьеру в Локомотиве. Было это буквально, кажется, недавно. Но на самом деле уже 6 лет тому назад. Ошибается на подаче Лукьяненко. Кстати, в этом сезоне пришел он в Газпром Юга из Динамо Элло. Был период, когда Иван не мог найти себе достойное предложение от клубов. Но вот по ходу прошлого сезона нашел он пристанище в Динамо Ленобласть. И в этом сезоне перебрался, как мы видим, Сургут. В Сургут, да. В Сургут, что касается перестановок в Сургуте, сейчас расскажем обязательно после этой атаки. Алексеева здесь кроют. Алексеев еще раз. И Лызик два раза подряд Алексеева закрывает. Сейчас хорошая подача, мощная. И вот, пожалуйста, ты сегодня говорил о том, что у Фиолковского очень хорошие подачи. И он способен. 19-20. Очень не кстати в концовке партии. Ошибаемся мы. Ну, о чем мы и говорили в середине партии, что нужно держать преимущество в 3-4 мяча. И тогда полегче себя чувствовать. Передача на перина. Он исправляется. Вот так можно выражаться. Одной рукой. Все правильно, технично. Играет Тесевич. Первый темп в исполнении Куркаева. Но на своей подаче оказывается Илья Скуркаев. Силовая. В зону еще и конфликта она пришлась. И сейчас свободный мяч у Локомотива. Гости мяч достанут. Прекрасно играет в защите Макаренко. Ну, будет еще одна попытка. Савин. Нет, не обхитрил Савин. Ошибка гостей. И он же заканчивает эту игру, эту партию. Ошибкой заканчивают гости. 25-22. По сетам, что получается, друзья мои. 32-30. 25-11. 25-22. С общим счетом 3-0. Локомотив добывает победу в этой встрече. И продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице.